Всем привет! Сейчас я нахожусь в Финляндии, в Лапландии, и нахожусь я возле города Рануа, и хочу вам сегодня показать арктический зоопарк города Рануа. Здесь очень интересно, и здесь есть некоторые виды животных, которые обитают только здесь, в Финляндии. Погнали! Цены на билеты здесь вот такие. Семейный билет стоит 59 евро, взрослый билет 18 евро 50 центов, для детей 16 евро, если вы уже пенсионер 17 евро, и для студентов 16 евро. Естественно, при предъявлении соответствующих документов. Здесь в этом зоопарке представлены только арктические животные, и что самое удивительное, что здесь все животные обитают именно в естественной среде. Протяженность маршрута составляет 2 километра 800 метров, поэтому здесь достаточно интересно просто походить, даже посмотреть. Первое животное, которое мы встретили здесь, это выдра. К сожалению, зимой бурые медведи спят, поэтому сегодня мы их с вами не увидим. Ну, а всех остальных обитателей этого зоопарка я обязательно покажу. Здесь расположена бобровая плотина, но, к сожалению, бобры все спрятались. И спрятались бобры сюда, себе в норку. Сейчас они спят. А один бот бодрствует. Бобер был классный, уплетал морковку за обе щеки. Кстати говоря, я вообще не знала, чем бобры питаются, но вот сейчас посмотрела, у него там и капуста, и морковка, и даже перчик болгарский. Ну, такой неплохой вегетарианский рацион. А мы идем дальше. Здесь вот такой домик грызунов находится. Вот по вольеру бегает горностай. А название вот этого животного, к сожалению, я не знаю, но оно так классно ест рыбку. Если вы знаете название этого животного, обязательно напишите в комментариях, мне будет интересно почитать, кто это. Здесь несколько мышек-палевок, но, к сожалению, здесь их не видно. А вот и норка. Сейчас животных как раз только что покормили, поэтому они как реактивные носятся по вольеру. Очень много энергии. А это полярная сова. Сидит она, видите, белая сова на белом снегу, поэтому ее не сильно видно. А вот рядышком с ней сидит серая сова. О, конечно, как же не покакать на камеру. Молодец, красотка. Вот и орел. Вороны, большие, черные, кушают мясо. А вот утки, гуси, один лебедь этот. Все отдыхают. А вот, смотрите, утка с утенком. И вон там поодаль цапля. Здесь живет Ману. Он как раз вот сидит в своем небольшом домике. Вот такой кабанчик. Небольшой интересный факт про кабанов. Кабаны всегда нападают только прямо. Поэтому, если вы окажетесь в лесу и встретите кабана, то вы можете отскакивать от него влево или вправо, потому что кабан именно прошибает всегда только вперед. Но если вы заберетесь на сосну, кабан обладает нереальным терпением и будет ждать вас там. Кстати, вот если видно, вот этот большой кабан, он ест не травку, он ест кость. И обгладывают они, ребята, кости. А вот и полярные медведи. Смотрите, какие они большие, статные. Вот смотрите, какая большая рысь. Такая мягкая поступь. Под ней даже практически снег совсем не проваливается. Хвостик такой маленький, такая пушистая красавица. Здесь есть также ироссомаха. В целом, конечно, парк действительно очень увлекательный. К сожалению, есть животные, которых можно увидеть только издали. И, по сути, вы не сможете их заснять именно фотокамерой, потому что зума не хватает. Но именно глазами немножко подсмотреть за жизнью животных можно. И это действительно классно. Юрта изо льда. А, это ледяной бар. Бар из чистого льда. У нас был такой в Амстердаме. Но, честно сказать, зимой в ледяном баре холодно, просто нереально холодно. У меня уже, честно, и нос, и щеки покраснели и так на улице. И в ледяном баре находиться и тусить как-то не особо охота. Поэтому идем дальше. И последний заключающий пункт нашего путешествия с вами по зоопарку – это лоси и олени. Я лоси еще ни разу не видела, поэтому само интересно. Пойдемте посмотрим, что же это за животные, как они выглядят, реально ли они такие большие, как их рисуют на картинках. Вот, ребятушки, олени. Вот как они здесь выглядят. Но в прошлом выпуске я вам уже показывала олени. Они были гораздо ближе, мы на них катались. Поэтому не забывайте заглядывать в выпуски, которые, если вдруг пропустили. Там много чего интересного есть. Ура! Я наконец-таки увидела лосей. И, ребята, это действительно просто нереальных размеров животные. Они очень-очень большие. Вот, смотрите, они там близко-близко подошли. Вот как выглядят овцы-бык. Он такой мохнатый, с рогами. А на этом у меня сегодня все. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем отличных путешествий. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова